Я смотрю на то, что в Питере есть мост имени Кадырова, и если бы он был не имени Кадырова, допустим, а имени Буданова, для меня, как для чеченца, это было бы лучше или хуже. Да вообще плевать. Снятие штанов как наказание для чеченцев – давняя традиция или просто традиция бандитов 90-х? Какова культурная подоплека этого наказания и почему так постыдно, когда чеченцев снимают штаны? Это давняя традиция, это была высшая мера наказания в отношении особо омерзительных преступников. Это выше, чем смертная казнь. То есть, если в обычной системе государства, где действует смертная казнь, как, например, в Америке, ну, в некоторых штатах Америки, если там высшей мерой наказания является смерть, то у чеченцев вот этот вот акт снятия штанов – это акт унижения. Он был высшей мерой и применялся только в отношении тех людей, которых убить мало. Понимаете, вот насколько это должно быть омерзительным преступлением, что убить за это их мало. В отношении таких людей применяли акт унижения. И почему это считается позором у чеченцев? Ну, так бы завелось. Сложно объяснить, наверное, почему. Таковы традиции, таковы обычаи. Но, чтобы вы понимали то, что сегодня происходит, как ты там высказал критику в отношении Путина или Кадырова, из тебя сняли штаны, такого нет, конечно, не было и не могло быть у чеченцев. Это высшая мера, она предназначалась для каких-то омерзительных преступников, как наподобие там… Я даже не хочу приводить примеры, но… Если человек, допустим, вступил там в интимную связь с замужней женщиной, например, такие вот моменты, то есть это очень как бы постыдные такие преступления, они наказывались подобным образом. Кумыс из пакетов. Дорогой Тумсо, нередко встречаю у чеченцев клички. Откуда они берутся? Основа может какая-то взломщики, иллюзионисты, лорды, патриоты. Я к тому, что… Ну, не придуманы они из-под толка или придуманы? Конечно, придуманы. Это позывные, это на самом деле не чеченская какая-то традиция, это и не у чеченцев это встречаешь. Ты это встречаешь в любой армейской системе, военной системе. Там есть позывные. В любом спецназе, в любых войсках, когда по рации люди созваниваются, связываются, они связываются друг с другом не по именам, там Иваныч, Горыныч, не так. Там бывают какие-то позывные, которые обозначают этих людей. Вот это вот то, что ты привык слышать, там, взломщики, лорды, патриоты, это позывные этих людей. Когда у нас была война, и на нашей стороне воевавшие, и против нас воевавшие, все использовали вот эти позывные по рациям. И эти позывные, они и стали их прозвищами, кличками, так скажем. Поэтому это никакого отношения не имеет к чеченцам, к чеченской традиции. Это, наверное, во всем мире подобная практика существует. Ас-саляму алейкум, Тумсо. Видел, в Дагестане установили бюст Сталина, но, говорят, его демонтировали неизвестный. Да, есть эта тема, давайте ее осветим. Тут 29, по-моему, апреля был установлен бюст Сталина в городе Дагестанский Огни. Это недалеко от Махачкалы, по-моему, находится город. Давайте посмотрим, как это происходило. Сегодня 29 числа апреля, историческая дата в городе Дагестанский Огни. По проспекту Сталина устанавливается абелиск и устанавливает сегодняшнюю Сталину вместе с положением установки. В общем, ситуация эта, конечно же, возмутила не только нас, чеченцев, ингушей, но и других представителей других народов, пострадавших от Сталина, но и самих дагестанцев. Часть народа Дагестана это тоже возмутило. Там есть наши достойные братья и сестры, которые не причастны к подобного рода омерзительным явлениям. И поэтому начали высказываться различные блогеры из Дагестана, общественные деятели. И некоторые даже приезжали на это место и перед этим памятником снимали какие-то свои обращения. В общем, прокатилась такая волна возмущений, негодования. И сегодня пришла информация и видеоролик с места событий. Демонтировали в итоге этот бюст. Давайте это тоже посмотрим. В общем, история закончилась вот так. Можно сказать, хэппи-энд. Я, конечно же, очень рад, что нашлись здравые умы в Дагестане, которые убрали эту фитну, этот предмет для очень серьезного напряжения отношений, как минимум, между народами. И подобные вещи, конечно, нельзя допускать. И я очень рад, что это так закончилось. И надеюсь, что у этих сторонников, поклонников, последователей Сталина не хватит сегодня сил и влияния, чтобы вернуть его этот бюст на свое место. И в целом я надеюсь, что вот этот вот демонтаж, он последует, так скажем, станет началом десталинизации Дагестана, так как в Дагестане в нескольких городах, мы знаем, есть, кстати, вот в этом же городе дагестанские огни, по-моему, есть проспект Сталина, что ли, улица Сталина. Я надеюсь, что это будет таким началом десталинизации. И все-таки это, ну, недопустимо, что вообще в целом в современном мире где-то есть улицы или бюсты имени Сталина. Но то, что это у нас в Дагестане, я говорю, у нас, так как и Дагестан, и Чечня, и Кабардино-Балкария, и любая республика Кавказа, это все мы, это все наше. Поэтому то, что у нас сегодня на Кавказе есть подобное явление, это вещи, конечно, недопустимо. Поэтому я надеюсь, что это будет таким началом. Я надеюсь, что те люди тоже остепенятся, придут в себя. А если нет, то я надеюсь, что они отправятся за своим кумиром Сталиным. Побыстрее я им желаю туда отправиться. Ну и воскреснуть, конечно, вместе с ним. Проспект Путина лучше, говорит? Нет, конечно, Орда Рома вообще не лучше. Проспект Путина — это позор. И проспект Путина, улицы Трошева, псковских десантников, там, мемориал памяти псковским десантникам и прочие вещи — это то, что недопустимо, это позор. Это то, чего никогда не будет на нашей земле, как только мы ее освободим, и, ваше Аллах, никогда там подобных вещей не будет. Мост Кафырова тоже так себе говорит. Согласен, согласен. Многие, знаете, троллят, как бы, эту тему с этим мостом, говоря, что его там переименовать в мост Буданова. И вот как для чеченца, чисто отношение его чеченца. Как я смотрю на то, что в Питере есть мост имени Кадырова, и если бы он был не имени Кадырова, допустим, а имени Буданова, для меня, как для чеченца, это было бы лучше или хуже. Да вообще плевать. Мне нет никакой разницы, что он называется мостом имени Буданова, или Кадырова, или Ермолова. Понимаете, что там в России, в российском городе, в Питере, и как они там называют его мост, это для меня, что тот является убийцей моего народа, что этот, разницы в них никакой. Поэтому здесь, ну, нас это никак не задевает, то, что вы там пытаетесь контрольнуть нас, типа моего переименуем в мост имени Буданова, да пожалуйста, хоть Ермолова переименовывайте, нам все равно. Нас задевает другое, нас задевает то, что в наших городах есть улицы Путина, проспекты Путина, улицы Трошева, псковских десантников и так далее. Вот это вот реально то, что очень сильно нас беспокоит и задевает. Субтитры создавал DimaTorzok